всем привет как всегда благодарю вас за то что вы здесь за то что пишите комментарии за то что материально поддержите канал на этом слова благодарности заканчиваются но они остались моей душе поэтому не думайте что я так скупо формально вас благодарю нет 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 я просто у меня все здесь и здесь и везде так что мы вместе как пел константин евгений евгений что я привык что кости кости ну вот в 1917 году многие не знают совершился в нашей стране октябрьский переворот который называется еще великой октябрьской социалистической революции ну кому как кому ближе одно кому другое кому кому арбуз кому свиной хрящик как сказано у классика и еще в 1917 году родилась замечательная певица элла фиджеральд и на мой взгляд конечно ну послушайте и должен каждый кто называет себя любителем современной музыки или не современной музыки а вообще музыки а уж про эту пластинку и говорить нечего это элла ин берлин обложка не каноническая потому что эта пластинка издавалась переиздавалась огромное количество раз и вариантов обложек я лично видел я лично видел три в разные годы выходить в разных странах выходили с разными обложками эти пластинки эта пластинка и даже не то чтобы разные песни песни все те же самые но на некоторых изданиях вот например на этом песен больше чем на двух на двух других из тех что я видел на три песни здесь больше вот так но на компакт-диски я у меня компакт-диска не было никогда этого элла ин берлин так что я думаю что там еще больше чего-то наверное вот но это меня вполне устраивает потому что ну потому что устраивает потому что я привык формату винила и вот эти вот 40 там с небольшим минут у меня как бы вполне очень хорошо вот это вышло в 1960 году точнее концерт записан в 1960 году в берлине в западном естественно где еще а я родился в 1960 и кто бы знал когда я рождался что в это время в берлине в западной германии поет это замечательная барышня сколько лет было мне сейчас трудно сосчитать но в 1917 она родилась шестидесятый значит можете прикинуть было было уже в рассвете своей славы своей мощи своего профессионализма и все как один пишут критики что это был пик ее карьеры какой нафиг пик 60-ый год умерла она в девяносто шестом если память не изменяет а пластинок у нее вышло больше двухсот тут тут некоторые пишут что музыкант не может выпуск выпускать много пластинок должен пускать мало пластинок то что мало золотник да дорог нельзя выпустить огромное количество пластинки чтобы все они были хорошими нельзя почему нельзя еще если музыканта привод если он может если он сочиняет исполняет блестяще почему ему нельзя выпускать много пластинок сколько пластинку маялса дэвиса сколько пластинок там я не знаю вашей любимой группы deep apple ребята сколько пластинок очень много поверьте и те что стоят на наших полках это малая часть тех пластин которые вышли deep apple ну если считать бутлы где конечно но неважно и козырять мне там что вот там у beatles всего-то там вот ничего а это какое золото да золото очень хорошо а уэлла фиджаль больше 200 и все золото любую пластинку можете брать любую вообще вообще не мне не листать это лучше это хуже они все просто совершенство вот так бывает поэтому она и считается одной из самых если не самой главной певицей современной музыки до сих пор да 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 послушайте вот это вот самое эллен берлин и все сразу встанет на свои места это удивительная штука вот эти вот фразы сейчас я начну говорить потрясающий голос там пластика интонирование все диапазон это все да это все да это на что говорить иначе бы иначе бы так не превозносили элла фиджаль всем окружающие а я просто напомню вам какие точнее напомню кому-то кому-то не напомню какие здесь песни и что с ними происходит я советую начать сразу со второй стороны альбома ну опять-таки это зависит от издания потому что есть издания где треки не так расставлены но короче говоря начать с мэгденаев кстати на некоторых некоторые издания так и называются элла фиджальд мэгденаев хотя это концерт в берлине так вот мэгденаев пять минут идет песня да ну музыканты назову сразу ансамбль небольшой пол смит на фортепиано джим холл гитара white wilfred мидл мидл брукс бас и гус джонс и газ джонсон ударные так вот мэгденаев начинается знаменитая песня мэгденаев и элла забывает слова майк науменко очень часто забывал слова на концерте не часто нет но я соврал не часто звал слова и делал такую наивную вещь продолжал на сцене открывать рот на электрических концертах имитируя выключенный микрофон как будто он не виноват а выключил и выключили микрофон нерадивые эти самые звукорежиссеры ну обмануть никого не не получалось но тем не менее так вот элла фиджальд забывает здесь слова и начинает импровизировать сначала она несет просто какой-то околесицу попадая в ноты в ритм в манеру продолжая вот это повествование музыкальное очень круто а потом начинает просто импровизировать голосом имитируя луи армстронга вот это вот все и настолько круто настолько это весело здорово и понимаешь ты большой профессионал это так интересно и так зыкинский можно сказать что да и песня хорошая очень даже то говорить и встык с ней сразу идет хао хай дэмун восемь минут и вот эти восемь минут я не очень люблю свинг как таковой в принципе отдельными хотя сенатору там я могу слушать камсуин гадми пластинку с большим удовольствием и другие его записи свинга прекрасно но это немножко не моя все-таки музыка а вот здесь эта песня восьмиминутная вот это вот самое хао хай дэмун фу вот это хоть чертом назови только в печку не ставь понимаете да свинг не свинг двадцать пятое дело вообще как хочешь называй но это такая импровизация голосовая сумасшедшая это так девушка поет ну женщина девушка неважно абсолютно девушкой называю потому что она вечно молодая и вот эти восемь минут вокальной импровизации думаешь мама дорогая вот мне тут пишут в комментариях всем что я мало уделяю внимание женскому вокалу а мало потому что женского вокала интересного уж простите барышни простите барышни но на меня не угодить вот элла фиджеральт когда поет 8 минут вот этой импровизации это да это все а вы мне про нину хаген что-то говорить ну да не на хаген до в детстве я слушал пару пластинок да я с безумным уважением отношусь к этой женщине она боготворит дженнис джоплин и я видел большой документальный фильм про нину хаген ну мне неинтересно и музыка ну что я могу сделать а вот это да и вот это вот вот эти вот 8 минут дикого пения совершенно дикого запредельного с прекрасным аккомпанементом ударные как работают гитара вступает аккуратненько не вылезая на первый план это вам не лари кориал который про который тоже расскажу но который сжигает все на своем пути круче джимми хендрикса еще здесь нет здесь очень тонко очень ритмично очень к месту гитара с чистым звуком естественно потому что джаз играется настоящий джаз и так разнообразно так все интересно и потом love for sale нежность нежность проникновенность чувство пульсация аккомпанемента это не аккомпанемент это полноценная музыкальная ткань вместе с голосом я бы никогда никогда не назову состав аккомпаниаторами ты не аккомпаниаторы это полноценный бэнд с лидирующим инструментом в виде вокала очень здорово и джаз фонов достинкс и фенкс фенкс да и little girl blue завершает альбом еще более проникновенно еще более проникающие еще более трепетно баллада но это вторая сторона пластинки а первое начинается с городу the wind пульсирующий джазовая пьеса на основе блюза все-таки здесь блюза очень много и она такая средне темповая на заводная безумно заводная и вокал такой вот вверх вниз по всему диапазону гуляет просто причем очень точно и без демонстрации вокальных способностей как у многих рок-певцов вот вот этих рок-певцов я очень не люблю за то что они выходят на авансцену и начинают задрав голову что неправильно кстати говоря потому что верхние ноты надо вот тут вот лучше петь вот но открывается горло лучше когда вот так но так не красиво так красиво да конечно хотя зажимается все здесь ну вот это вот демонстрация я такой пою как в опере что за чушь во первых ты дурак не поешь мудак как в опере а во вторых вот это вот никому твоя демонстрация не интересна потому что в опере поют по-другому как правило лучше и здесь это демонстрация нету элла фиджеральд да она поет для тебя она поет для публики для людей они для себя великой вот так вот вместе нежненько сразу такая сексуальность обволакивающая и не будоражащая а ласкающая слух вот я не буду говорить про тело ласкающая слух да очень хорошо дэлэри и за трамп понятно что дэн 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 начинается неожиданно так странно судорожно синкопировано а потом бабах врубается вся группа и понеслось в сторону ритм и блюза но джаза джаз с ритм и блюзом я говорил что блюзовая основа здесь через песню просто но только основу все равно это джаз и очень заводная штука это самая леди из трамп дэн 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 лов дэн ай лав понятно что дэн дэн ай лав это опять таки мы немножко успокаиваемся и очень хорошо и переходим к сама тайм песню знают все песни любят все кто ее только не пел кто ее только не исполнял с переменным успехом что из нее только не делали из этого замечательного номера лучше всего послушать в исполнении фиджеральд на этом альбоме потому что все современные версии сама тайм они на мой взгляд они ужасны они убивают чувственность убивают нежность убивают воздушность легкость полет этой песни этой музыки замечательной ну конечно не все наверное есть очень хорошие и джазовые версии инструментальные я слышал вполне да вполне очень интересные и осмысленные я бы сказал так но в массе своей это такая вся эта попса позорная она просто пожирает эту песню вот хлебом не кормит да и там любая группа на корпоративе в москве в петербурге эту песню исполнится поет с ужасным качеством нет в ноты попадая но совершенно бессмысленно но тем не менее здесь это блеск это супер номер туда армхат дикий яростный свинг приблизованный и опять с вокалом по всему диапазону со сбивками ритма с выходами и из ритмической сетки раз потом опять вхождение туда как положено в джазе да со свингом с синкопами с плаванием по ритму и опять приплыванием в нужно эту самую структуру ну просто просто музыка виртуозов музыка виртуозов это всегда приятно это всегда слышно всегда можно отличить дурака технаря который выучил вот эту самую насобачился быстро играть но при этом болван абсолютный и профессионала который понимает и чувствует музыку всегда это есть и и ларелия гиперсексуальная песня очень тонкая не шепотом конечно поет фиджеральд она поет в голос но ощущение такое что она поет тебе на ухо это все о том как она оставит свой автограф в виде укуса на шее моряка и все это нежно и завлекательно и игриво и барабаны здесь играют жестко если пойдем выше они создают такой свинговый свинговый фон ударный свинговый ударный драйв да такой но размытый то здесь они очень четко очень жестко играют очень такая структура конкретная и вот на ней голос фиджеральд такой прямо и прочь него не устоять вот и я не устаю поэтому пойду пить всем советую пластинку элон берлин 1960 год пока